Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков от компании Тикмил и сами я, Артур Дзятуль. Розничные продажи и потребление товаров длительного пользования за март положили фундамент для позитивных ожиданий в отношении экономики США и оценка ВВП за первый квартал 2019 года также не должно стать исключением. Совокупный выпуск, как ожидается, вырастет на 2,3%, личное потребление на 1%, при этом рост активности должен быть вызван временными факторами, такими как увеличение объемов экспорта, товарно-материальных заплатов и инвестиций правительства в инфраструктурные проекты. Расходы потребителей капитальной инвестиций фирм, соответственно, показали приглушенную динамику в фирм-квартере из-за провальных розничных продаж в январе, которые сократились на более чем 2%, а также резкое ухудшение перспектив отдачи капитала в начале года, что вынудило, естественно, менеджеров фирм предпочесть, будем говорить так, близорукое решение в виде обратного выкупа акций для поддержания рыночной стоимости компании, нежели чем вкладываться в новые активы. Здесь можно видеть, как изменялся корпоративный оптимизм, он резко упал к началу 2019 года, еще пока не сумел восстановиться, что, естественно, отражается на предпочтениях менеджеров, на их консервативности, конечно же, в пользу выбора обратного выкупа акций. Но стоит ли обвинять менеджеров в манипуляциях фондовым рынком, если привлекательные проекты действительно отсутствуют? Ну, социалисты в Конгрессе говорят считать, что да. Сейчас очевидно, что единственной достаточно стабилизирующей силой, держивающей волатильность на фондовом рынке США, является обратный выкуп акций компаниями. Соответственно, удобно вложить, что динамика индексов будет выстраиваться на базе ожиданий, оценок обратного выкупа и, соответственно, их реализации. Оценки объемов обратного выкупа акций на 2019 год разнятся. Silverblad, компания, полагает, что компания США выкупит акции не меньше, чем в 2017 году. JP Morgan Bank дает оценку 800 миллиардов долларов за счет продолжающейся репатриации капитала после науговой реформы Трампа. Рыночный стратег Банка Америки Куин считает, что рок изобилия в 2018 году был не наразовой акцией, так как при росте стоимости капитала в один момент менеджеры могут решить, что рост долговой нагрузки, то есть увеличение, принесет больше вреда для рыночной стоимости компании в будущем, чем утрата главного драйвера для инвесторов, то есть обратного выкупа акций. Однако после сигнала ФРСа взятия паузы рассуждение Куиндла можно едва считать актуальным. Статистика, подготовленная компанией Catalyst Funds, весьма наглядно опровергает наличие барьеров для обратного выкупа акций в 2019 году. На 15 марта, если сложить все эти цифры, с начала года компании выкупили акции на 253 миллиарда долларов, что на 18 миллиардов долларов выше, чем объем в аналогичном периоде прошлого года. Я помню, что в прошлом году объем обратного выкупа акций достиг рекордного размера. Энергетический сектор, вот здесь он выделился, за неполные три месяца уже купил 71% от объема за весь 2018 год. То есть купил 71% всего лишь за два с половиной месяца получается. При этом запас хода для компании огромен. На сентябрь 2018 года компании США вернули всего 143 миллиарда долларов из более чем 2,5 триллиона долларов, находящихся за рубежом средств в рамках налогового маневра Трампа. Можно сейчас понимать понятие беспокойность сенаторов Руби, Шумера и Сандерса и других сенаторов, что обратный выкуп акций может представлять настоящую угрозу для рынка, но в плане манипуляций. Манипуляция самими компаниями, особенно если ФРС продолжит держать стоимость заинственной на низком уровне, то есть держит стоимость капитала. Шумер и Сандерс предлагают поднять минимальную ставку оплаты труда до 15 долларов для тех компаний, которые собираются провести обратный выкуп. Руби выступил с более радикальной мерой, предлагая устранить разницу в налогообложении между дивидендами и доходом на капитал при обратном выкупе, который происходит. Однако в условиях существования торгуемых взаимных фондов совершенно не ясно, как это будет работать. Также стоит учесть, что на фоне политических приемов некоторые фанаты гибких дивидендов, то есть обратной выкуп акций, таких как компания Home Depot, отложили обратный выкуп в прошлом году, чтобы сделать такое решение в этом. Важность обратной выкуп акций в неуклонном росте фондовых инвесторов наглядно показывает следующий график. За 20 лет количество акций Apple, находящихся в обращении, сократилось на 28,4%. Процента, точнее не за 20 лет, а за неполные чуть больше 7 лет, получается, прошло, и акции компании Apple сократились на 28,4%. Для сетевых компаний McDonald's и Young Brands с 1999 года количество акций в обращении сократилось на 43,1% и 49,4%. Получается, что долгосрочная стратегия на сокращение акций в обращении, особенно у компаний, забивающих денежными потоками, имеет место для действительности и может быть драйвером наравне с низкими ставками ЦБ, если не сильнее. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник. Продолжение следует...